Разрезание на пять конкурентных частей. Если взять любой треугольник, мы не знаем, с какими углами, с какими сторонами, ничего не знаем, абсолютно любой треугольник, и у него отметить середины сторон и соединение. Эти отрезки называют средние линии. Средняя линия не просто параллельна вот этой стороне, а она в два раза меньше. То есть, если вот это некоторый отрезок х, то отрезок 2х. Соответственно, если вы вот так вот отметите, как равные отрезки, вот так вот отметите равные отрезки, и вот так вот отметите равные отрезки, то вы увидите, что на самом деле треугольник разрезан на сколько? На четыре. На четыре. При этом, заметьте, пожалуйста, они по форме все такие же, как исходный треугольник. Повторяю, по форме, а не угол, такие же, как исходный треугольник. Почему? А потому что вот эти углы равны, вот из-за параллельности, да? Вот эти углы равны, ну и так далее. А вот теперь, господа, задача. Представьте себе, что у нас есть вот такой вот треугольник, у которого один угол 90 градусов, а катет в два раза меньше другого катета. Понятно, что я сказал? Да. Ну, представьте себе, здесь один сантиметр, а здесь два сантиметра, а здесь 90 градусов. Задача. Разрежьте на пять треугольников одинаковых по площади и такой же формы, как исходный треугольник. То есть, я вам только что объяснил, как резать на четыре. Объяснил? Да. Да. И на четыре можно любой треугольник. Не важно, какие у него там длины сторон, совершенно не важно. А вот если взять особый треугольник, то вот бывает так. Слушайте, давайте я за одну, еще одну задачу скажу. Представьте себе прямоугольный треугольник, у которого здесь один, а здесь два. Задача разрезать на три и фигурантные части. Разрезать на три части такой же формы, как наш исходный треугольник. Значит, смотрите, вот на четыре режется любой треугольник. Не важно, какие у него углы, какие стороны. Если количество частей не такое, то возникают проблемы. Однако, оказывается, что некоторые треугольники можно разрезать. Мне только что вручили вот такую картинку. Здесь один, здесь написать одну вторую. Такой треугольник. Дальше опустить перпендикулярно. И после этого поставить вот здесь точку и опустить перпендикулярно. Ребята, давайте я объясню, почему очевидно, что такого не может быть. Смотрите, если здесь одна вторая, то сколько осталось, когда одну вторую вычел из двух? Три вторых. Правильно? А сколько будет три вторых пополам? Три четвертых. Значит, даже если мы здесь попадем куда надо, что-то сильнее чуть-чуть. Ну, раз же пополом, что-то попадем. Попадем мы здесь, да? С таким же углом попадем, все замечательно. Но здесь три четвертых, а здесь один. Единица и три четвертых, это разные числа. Поэтому нам нужно, чтобы все идеально по размерам совпало. Скажите, пожалуйста, какие углы у этого треугольника? Величина углов какие? Да? Один на а а не неверно. Все, если вы это не знаете, правую задачу вы решить вообще не можете. Какие величины углов у вот этого треугольника? Здесь 90-е, да, это по условиям я сказал. А вот эти какие? 30-е, 45-е, 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 это называется равноведренный прямоугольный треугольник. А вот очень интересный вопрос, что это такое? 45-е, нет там никаких 45-е, да? 60-е, 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 у любого треугольника сумма величин углов какая? 180. Господа, вообще-то это надо знать. Когда у вас есть абсолютно любой треугольник, вот совсем-совсем любой, что? Если вы проведете вот так вот прямую, то вот эти углы будут равны. Эти углы будут равны. И, соответственно, вот эти три угла вместе дают 180 градусов. Теперь надо понять, какое отношение имеет то, что сумма 180 в нашем треугольнике. А очень прямое. Если здесь 90, то значит, вот эти в сумме обязательно дают 90, чтобы было всего 180. Теперь, а как понять, что вот это вот 60, а это 30? Как? Да. 60-е, 30-е, 90-е, 90-е. Нет, а может быть, извините, 31 и 59, это тоже 90. Как понять, что здесь именно 60, а не какая-то другая величина. Да? Один, два раза больше, два раза. Сторона в два раза больше. А почему угол? Непонятно. Это связанцы с треугольником. Ребята, дело в том, что у этого треугольника есть важное свойство. Это верхняя половина можно взять и отразить вниз. Смотрите, что тогда будет. Здесь будет один, а здесь будет два. Один плюс один, это два. Значит, вот здесь вот, вот здесь вот возникает сторона два. И здесь два, и здесь два. Значит, вот весь этот треугольник какой? Равносторонний. Равносторонний. Совершенно верно. Иногда еще называют правильно. Равносторонний. Нет, а у равностороннего треугольника равна. Да, а у равностороннего все углы одинаковые. Причем, в сумме они должны, как у любого треугольника, 180. 180. Значит, здесь 60, а значит, здесь, чтобы было в сумме 90? 30. Здесь 30. Люди 62 разумеется. Господа, мы на самом деле очень важный фактор знаем. Вообще, в геометрии очень мало треугольников, которые, что называется, часто встречаются. Вот, очень-очень часто, разумеется, у учащихся вот, встречается вот этот треугольник. Это просто-напросто половина квадрата. Ну, согласитесь, что половина квадрата, это нужно часто забывать. Вот это, это половина равностороннего треугольника. На самом деле, еще очень часто в геометрии встречается вот какая штука. Если вы возьмете правильный пятиугольник, видели, наверное, пятиугольную звезду, да? Да. Вот. то там возникают треугольники с довольно интересными углами. Объясняю идею. Вот когда у вас есть правильный пятиугольник, то вообще-то его очень легко разрезать на сколько? На три. На три треугольника. У каждого треугольника сумма углов сколько? 180. 180. 180. Значит, я так и пишу. Три умножить на 180. Считаем. 540. А теперь, внимание, а углов у него сколько? 5. 540 делим на 5. Сколько будет? 108. Значит, вот этот угол я уже нашел. Это 108. Вот в сумме они должны дать 180. 180 минус 108. Сколько? 72. 72. 72 пополам. Сколько? 36. Значит, господа, вот этот треугольник. 36, 36, 108. Здесь, естественно, басимметрии тоже 36, здесь тоже 36. А чтобы вместе было 108, и здесь будет 36. А чтобы в сумме было сколько нужно здесь? 100. Тоже 36. Чтобы больше надо 72. Молодец, 72, конечно. Чтобы на 2. Конечно, 72. Вот, господа, очень часто в геометрии вам будут встречаться задачи, в которых треугольник с углами 90, 45, 45, треугольник с углами 30, 60, 90, просто, или треугольник с углами 36, 36, 108, или 36, 72, 70, 20. Извините, что я Хриван нарисовал правильно треугольник, но надеюсь, я понимаю, да? Почему обычно с этими треугольниками намного легче, чем с другими? А потому что они имеют прямое отношение к правильному многоугольнику. Понимаете, да? В одном случае G квадрат, это вот половинка квадрата, в другом случае к правильному треугольнику это половина правильного треугольника. Здесь вот это имеет отношение к правильному пятиугольнику. Разумеется, правильный треугольник это уже более сложная конструкция, 5 больше, чем 3 или 4, соответственно, это реже встречается. Но, тем не менее, то и то, и то довольно часто будет встречаться в вашей духе. так вот, сейчас у вас уже есть шаг вышить задачу. Потому что вы уже знаете, что это не просто какие-то углы, а это углы 60 и 30. Прошу вас.